и к сожалению инухика мы здесь не нашли похоже селяне все-таки до него добрались и все что от него осталось это вот эта вот тарелка да эти ребята кстати неплохо лаги пепел эти колоколисты могут тут устоит реальный геноцид больше ничего и нет как он меня достал все хрен бежим отсюда туда с помощью можно было запрыгнуть наверх или не здесь нет отсюда можно запрыгнуть нужно опять обратно возвращаться похоже можно сделать только оттуда красная ветка иди всего лишь шар воскрешения не особо полезный предмет так и что у нас еще на этом берегу пара курочек в принципе все забор можно отсюда уплывать уплывать в этой лачуге уже был здесь также можно посетить и другую здесь также можно посетить и другую есть здесь есть еще петух и можно видеть что одно деревьев сакуры как ни странно все еще даже цветет отличие от всего остального здесь ау и да и на такие места где находятся листья сакуры лучше не наступать декорация бежим отсюда где а он спряталась спряталась я надеялся здесь найти конь предмет тебя запрыгивай ты но какими бы обезумевшими они мне были они тут все еще даже занимаются каким-то сельским хозяйством сакая асина я уже столько набрал бухла надо было сходить кого-нибудь напоить твердый металл сюда я уже забрыгнуть смогу и давайте завербуем этого здоровяка с колокола вот это я зря конечно сделал да блин и все-таки он что-то слышит не получилось у меня этого сделать было бы прикольно конечно как он начал бы раскидывать всех местных жителей своим колокольчиком надеемся что у нас сейчас потеряет что решение ножами они делают очень мощный захват и начинает вас просто бесконечно тыкать ножичком это просто практически смертельно божественные конфетти очень полезный предмет желтый порох здесь очень много всякой всячины валяется но самое как как раз полезно лежит возле того дерева цветущего дерева саркуры и со второй попытки надеюсь я осуществлю свой план по захвату пойдем со мной и ребят привет а у ну наш парень что там где-то где-то застрял похоже толстая задница делал там он наконец-то начал разносить крестьян мы пока соберем 10 подношения похоже этому дереву шар воскрешения блин да отстань ты и семечко отвык вы нашего парня похоже все заряд батареи закончился все уходим на больше здесь ничего интересного нет по идее эту штуку можно сломать но нет не получается это может сделать тот здоровяк с колоколом с неправильном направлении его направить здесь у нас тоже что-то лежит а у так обратно на это что-то всего лишь дрожжа так если здесь проплыть вверх по течению принципе можно тут срезать немного и пройти по мосту как вариант если вы не хотите сталкиваться кое с кем тут у нас божественная трава тайное лекарство полностью восстанавливает запас жизни и снимает и снимающая все отрицательные статусы землях асин есть одно очень древное место говорят что его почвы камни и вода снискали внимание богов целитель доган изучил местные растения и придумал рецепт этого особого лекарства да здесь так же как и в дар соус 2 очень много различных предметов которые могут восполнить вам жизнь стоп парень ты ничего не видел и похоже в этой части деревни мы все собрали по крайней мере то что представлялась я хоть какую-либо ценность и теперь можно немного отдохнуть сюда лучше не падать это приведет нас опять на другую сторону этой деревне где мы уже были и если бы мы не отправили на эксперименты дидзиамона то мы бы нашли его полумертвым в этой локации если кто не помнит дидзиамон это тот здоровый самурай который все шел на звуки некой музыки и как раз вот эту музыку играет вот это плачущая дама тоже с корзиной на голове на немецкая дама тоже с корзиной на голове Я не знаю, что это, что я не знаю. Я хочу узнать, что я не знаю. Но если ты отправишь в дюйму, то я не могу помочь. Не знаю, вы, как вы. Вы, Сакуза? Где ты? честно, я так и не понял, кто такой господин Сакудзо. Возможно, это и ездит за ОМОН, но мне кажется, это вряд ли. Если кто знает, напишите в комментариях. Водяная Орин. Очень неприятный противник. И основная татика против нее, это после вот такого серии атак, она всегда делает выпад. В момент этого выпада нужно прыгать ей на голову. Лучше всего держаться от нее на таком удаленном расстоянии, так как вблизи она более опасна. И парировать. Атаковать ее практически бесполезно. Разве что, после некоторых серий она немножко останавливается, и можно нанести один удар, но этот удар особо ничего не решает. Лучшей стратегией против нее это будет постоянное парирование. После этой серии нужно успевать подпрыгнуть, что у меня не получается. И после такого прыжка она всегда делает выпад, которым тоже нужно прыгать ей по голове. победить ее в честном бою очень проблематично. есть более хитрые способы ее победить. Для этого ее нужно увезти примерно вот сюда. она не умеет прыгать, поставить удар бессмертных. И вот таким вот способом ее убить. ее победить. Ну и, добивающий удар и обязательно наносить это не очень честно как я считаю использовать этот метод если уж совсем очень туго вам с ней я попробую все-таки убить ее в честном не дает даже толком восстановить концентрацию очень часто и быстро атакует а Оу! Пробило! Оу! Попал в первый раз. Да уж, нужно следить за своей концентрацией. Мне только что повезло, что она меня не захватила. Попал в первый раз. Оу! Попал в первый раз. Попал в первый раз. Попал в первый раз. Продолжение следует. Продолжение следует... Самая ее ахиллесовая пита Это когда она поднимает окн меч И начинает делать 4 удара Если вы правильно рассчитаете тайминг 1, 2, 3, 4 После этого делаете прыжок Прыгаете на голову То это сразу ей примерно Треть концентрации снимет В общем очень муторная женщина Но зато она дает дыхание жизни тень Пассивный навык восстанавливающий запас жизни При успешном выполнении смертельного удара Смертельные удары дают синобе возможность Делать паузу в поединке Чем опаснее были противники Тем ценнее момент передышки И также она дает еще очередную бусину отчеток У меня кстати их уже 4 штуки И можно вернуться и прокачать Немного свою жизнь Ну и если у вас не хватает терпения против этой женщины Как я уже показывал Залазите на тот пригорок И долбите ее Пока у нее не кончится жизнь Ну я пожалуй соберу Очередные четки Пятые молитвенные четки Четки из таких бусин популярны среди могучих воинов Крепостью в опустившейся долине Управляет элитный отряд воительниц Известных как Змейные глаза Они обладают необыкновенно острым зрением И меткостью Ну с одной из них мы уже встречались В глубинах Мы стали выносливее И давайте отправимся В разрушенный храм И раздадим немного выпивки В обезьяне вино И обычное саке мы уже ему давали Речку осталось споить Только драконий источник Продолжение следует... Ооо, Рюссенка. Зайбунто жжу омоно да. Мороу то сио. Жизни шми урэ. Яхали,これ жя. Яху, Доген то, Номи кава шта мода. Емаに, , , ingen Crimea. емаітам, заст existe. З independен у меня, И как мы узнаем, похоже, именно резчик спас. Он спас Эмму, накормил ее, впоследствии ее удочерил Доган. И, судя по всему, резчик не особо хочет распространяться о своем прошлом. Ну, давайте по-быстрому переместимся к Эмме, к замок Айсена. Заодно проверим, как тут поживает наш Кура. Когда он стоит, подслушать его нельзя. Но ничего нового он не говорит. А вот Эмме как раз можно споить все, что только можно. Давайте сначала дадим ей семечко. Но девушкам пить вредно, поэтому давайте сходим и отдадим всю спиртягу Иссину. Ну, черт, кажется, нам кто-то помешать решил. Может, успокоится. Начнем с Саке Айсена. Саке Айсена. Да. Саке Айсена. Продолжение следует... 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 Да. Мужчина, что-то. Мужчина... Мужчина, какими-то... Но... В результате, какими-то... Какими-то, какими-то. Что-то из-за, что-то... Но... Мужчина не спрашивает, И так же Исин нам рассказывает о том, что когда-то убил Суру. Но, скорее всего, он имел в виду тот самый случай, когда он отрубил руку резчику, чтобы тот не превратился в Суру. Ну, а вообще, в этой игре есть полноценная концовка, которая как раз посвящена Суре. Извини, Ма, но для тебя у меня ничего не осталось. И мы возвращаемся обратно к водяной мельнице. И здесь нам пригодятся петарды, божественное конфетти и щелкающая семечка. Внизу этого моста мы уже были, как я говорил, можно запрыгнуть сюда. И вот как раз тот самый дом старейшины. О котором нам говорил Соска. Можно было, конечно, этого не делать и не тратить 5 эмблян духа, но это же весело. Ну а здесь мы можем кое-кого подслушать. Похоже, это старейшина там булькает. Нужно к нему как-то пробраться. Центральная дверь заперта. Но есть способ к нему проникнуть через пол. Пустоты Будды, отрублена голова и руки. Да уж, очень кощунственно. Красный сгусток. Красный сгусток. О, хорошо. Он исчезнет. Но не так, что я не могу. Я не могу, я не могу. А вот, все, милые. А вот, ты, я не могу. Я не могу. Субтитры делал DimaTorzok Жители дворца Похоже, что Старейшина думал, если Жители деревни будут пить очень много Некого сакэ То они попадут в божественное царство Во дворец Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если присмотреться, то на этом Старейшина надет такой же красный халат Как и на вельможи Которого мы убили в разрушенном храме Тот самый Слизень Который играл на флейте Здесь также можно собрать Несколько предметов Легкий кошелек Сюда вниз лучше не падать А то вернем с самого начала Обследуем эту реку позже Когда научимся нормально плавать На чердаке здесь тоже кое-что есть Еще один бусин отчеток Твердый металл Давайте запрыгнем на крышу Здесь у нас тяжелый кошелек И вроде как все Что здесь есть Так, зря упал с этой стороны Ну что Мы готовы посетить босса Так, уберем лишнее Дрожжи нам не нужно Падшая монахиня Босс на самом деле не такой уж сложный Особенно если знать как убивать Для этого нам понадобится Божественная конфетти Так как падшая монахиня Это все-таки призрак И щелкающая семечка Оно действует на него очень эффективно Но, к сожалению Не более Трех раз Да, очень сильный замахивание Да, ну что-то я совсем обнагрел И кидаем петарды Кидаем петарды И наносим два удара И так повторяем несколько раз Оу Кидаем петарды Достал Да, семечка четвертый раз уже не действует Ну что-то я сильно затянулся тем боссом И похоже сейчас я еще и умудрюсь умереть Субтитры сделал DimaTorzok Воспоминания Падшая Монахиня Память о битве с редким противником Падшая Монахиня охраняла вход в пещеру в деревне Мибу Техника дыхания Мибу Секретный способ дыхания, известный как техника дыхания Мибу Этот пассивный навык позволяет нырять под воду и сколь угодно долго дышать там Разработан основателем деревни Мибу Те, кто хочет участвовать в процессе, должны в совершенстве изучить дыхание Мибу Без него нельзя встретить божественного дракона И у меня уже накопилось 11 уровней, надо бы их уже куда-то потратить И давайте сразу усилим нашу атаку Падшая Монахиня была облачена в маску воинственного божества Она казалась бесплотной, почти с наведением Что заставило ее охранять вход в пещеру в деревне Мибу? И что же у нас в этой пещере такого интересного? Похоже сюда стекают воды первого источника Здесь также можно разглядеть Кучу каких-то огромных пиявок И это явно не просто рыба Камень чревоношения Камень, найденный на сокрытом алтаре в деревне у воды Эти камни иногда образуются в чреве у тех, кто очень долго пил воду первоисточника Встань у свадебного алтаря И преподнеси ароматный камень чревоношения Одно из составляющих благовония, которое нужно кура, чтобы стать смертным Такие камни символ чревоношения Сладко пахнущее свадебное подношение Паланкин ждет И похоже, что неспроста падшая монахиня защищала это место Это место является неким ключом К божественному царству Но, к сожалению, пока что ничего не происходит Но зато у нас появилась новая техника Которая позволяет нам дышать под водой И, соответственно, нырять На неограниченное количество времени Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok